Представляете себе, что есть такая игра. Играют два человека, но традиционно их всегда называют Алиса и Боб. Алиса на бумажке пишет 10 тысяч, ну, на бумажке, в файле, 10 тысяч шестизначных чисел. От 0, 0, 0, 0, 0, ну, там 0, 9, 9, 9, 9. А Боб задумывает и пишет тоже одно число. Дальше, значит, Боб это число говорит. И Алиса показывает бумажку и смотрит, есть ли число Боба есть в списке, это число есть в списке, ну, Алиса выиграла. А если его нету, то, соответственно, Боб будет. То есть задача Алиса состоит в том, чтобы составить список чисел, которые, как говорится, обычно люди называют. А задача Боба составит число, написать число, которого в этом списке нет. Ну, как действует Алиса? Ну, очень просто. Ну, вот скажите, какое-нибудь шестизначное число, быстро, не задумывается. 42996. Хорошо, я, как Алиса, записываю 0 в списке, ну и так далее. Вот мы сейчас всех спросим, какие бывают числа, а потом, ну, не только кто здесь присутствует, надо всех спросить, у нас 10 тысяч чисел, чего можем там всех студентов МГУ спросить, задумывать какое-нибудь число. Наверное, многие задумывают 0, спрашивают какие-то дураки про число, ну, мы скажем 0. Многие, ну, в общем, какие-то числа будут реже, какие-то чаще, ну, получишь такой список. А дальше Боб должен придумывать такое число, которое вот никто среди этих там 10 тысяч студентов не называл. Ну, вот вопрос, если бы вам предложили в эту игру играть за одного из игроков, за Алису или для Боба, кого бы вы выбрали, у кого больше шансов? Боба. Почему? Как вам было? Вот я, допустим, произвел весь вопрос и пришел в свою бумажку, что вы будете делать? Вот вы Боб, какое число вы назовете? 100 тысяч, но думаю, что со 100 тысяч вы точно проиграете, потому что кто-нибудь из студентов наверняка скажет 100 тысяч. Каждый из разрядов может и выбрать при помощи функции RANDOOM. Да, для этого на самом деле, чтобы выиграть, вам надо заранее подготовиться дома. Вы должны, ну, либо бросать монету, либо что-нибудь. Каждый из разрядов выбрать случайно. Причем очень важно, чтобы это было действительно сделано с каком-то физическим датчиком, потому что если вы будете просто сами писать то, что вам придет в голову, то кто знает, что там кому приходит в голову? Может быть, кому-нибудь она тоже придет. Соответственно, но с физическим датчиком, какие шансы у Боба, у Алисы выиграть? Ну, как примерно, какие шансы? Если вот, если Боб выбирает свое число случайным образом, то надо взять, значит, 10 тысяч плохих чисел, выделить на миллион, и это будет, значит, 4 знака надо убрать, 1 сотая. То есть прогноз 99 сотых вероятности, шансов, что в этой игре выиграет Боб. То есть у него гораздо более выгодная вещь. Хорошо. Тогда, ну это все какие-то глупости. 50 лет назад не было ни социальных сетей, ни вот этих всех каких-то странных игр. Тем не менее, примерно в 50-м каком-то году была выпущена книга, и книга эта продавалась. Ее кто-то покупал. Сейчас она есть в интернете, вы можете ее найти. По-моему, ее пропустила компания, которая называется RAND Corporation, или RAND, наверное. А книга эта устроена, ну я даже вот, если были бы слайды, я бы не ленился, я бы принес, у меня есть фотокопии некоторых страниц, а книга, наоборот, и очень забавна. Там просто такие страницы, ну здесь строки про номеров, вот это там 2, 3, 4, 5, 6, так далее. А ней написаны какие-то числа. Вот прямо там огромное количество, там страницы, наверное, 50-листов этой книги, и они мелким шрифтом заполнены этими числами. Значит, эта компания, которая ее продавала, утверждала, что она, значит, бросала там монету, или что-то еще делала, и такую книгу выпустила и напечатала. Вопрос, зачем, кто и зачем такую книгу покупал? В это время не было ни социальных сетей, ни этих самых игр, а тем не менее совершенно серьезные люди ее покупали за книгу. Ну ясно, что ее не будешь покупать, чтобы посчитать, что это лицно. Это для каких-то целей они ее покупали. Как вы думаете? Ну и платили деньги, но она не очень дорогая была, но все-таки это как книга, там, ну стоила, там, я не знаю, долларов, 10, 20, там. За нее зачем мы покупали? Зачем? Что они с ней делали? Да. Как мы обсуждали, как мы решили, либо просто использовали как случайное число? Ну для чего практически свои деятельности? Ну, придумали какое-нибудь число, например, 32, нашли это число в списке, и, например, на это число купили билет, какое-то лотерейное, например. А, то есть, покупать лотерейный билет по этой книге. Он спрашивается, если вот лотерей как раз так устроено, что вроде все билеты имеют одинаковый шанс выиграть. Какой смысл покупать книги, этот билет будет иметь такой же шанс, как если в лотерее жулики, то тут вообще ничего не поделаешь, они уже все свои билеты кому надо проданы. А если там честные люди, то вроде бы нет смысла тратить свои деньги на приобретение книги, потому что шанс выигрыша в лотерее – это не изменит. Вот, если все-таки, то есть, явно они использованы не для этого. Есть ли какая-то идея, для чего они это могли делать? Да? Да? Ну, может быть, для каких-то составлений шифров, например, какой-то пароль для сейфа, например, о том же самом деле, или же для составления задач в этих книгах? Пароль для сейфа. Ну, да. Все-таки, разумно ли пользоваться книгой, которую может купить каждый желающий, для составления пароля для сейфа? Это, конечно, дело такое короче. Выбираешься в произвольной странице, и выкаешь пальцы в произвольное место. Да. Эти шесть цифр, и существенно. И будут паролем для сейфа. Да. Да, но тогда, значит, вместо того, чтобы запомнить, просто выбрать случайную страницу, это, значит, уже надо выбрать два числа. А, значит, вместо того, чтобы из двух чисел номера страницы, мы получаем шесть. Нет, но это, на самом деле, уже ближе к действительности, но реальное применение этой книги все-таки было другое. И даже я могу сказать примерно для чего, для чего такие книги могут быть полезны. Для проведения разных социологических исследов. То есть, ну, может быть, уже догадался, для чего она нужна. Как ее использовать. С чем состоится цифрологический исследователь? У нас имеется большое количество людей. Огромное количество, допустим, в список, там, из нескольких миллионов, там, избирателей, или жителей города, или что-то еще. Мы хотим узнать, сколько из них, там, мы, они будут голосовать за такого-то, или, там, живут, там, в квартире с телевизором, или, там, у них, там, теплый сортир, ну, в общем, какой-то, хотим узнать. Один этот способ, конечно, один очевидный способ состоит в том, что мы всем этим людям, там, написать письмо, или спросить, или, в общем, потратить какое-то время и деньги, для того, чтобы узнать, что у них, какая у них ситуация. Но статистики придумали следующий способ, что они вместо того, чтобы всех опрашивать, они делают выборку. они выбирают некоторое... значит, случайным образом выбирают некоторое количество жителей, ну, номеров в этом списке. И спрашивают только их. И дальше они говорят так, что доля, ну, людей сложным способом, свойствам среди опрашенных, практически наверняка близка к доле среди всех. То есть теоретически может быть, что там, в принципе, что там 50-70% голосуют там за кого-то, а вот кого не спросишь, выясняется, что он за него и не голосовал. То есть, в принципе, если мы будем выбирать, там, скажем, возьмем выборку, там, среди, там, какого-нибудь принципа, там, среди своих знакомых спросим, то ясно, что будет это... гарантии такой не нужно. Но, если мы будем выбирать... в теории вероятности как раз учу, что если мы будем выбирать этих людей случайно, то тогда действительно это будет так. И вот для этого эту книгу и покупали. То есть, мы берут... Допустим, в городе там 10 миллионов человек. Тогда они берут эту таблицу, разбивают ее на, значит, блоки по 6 цифр, и говорят, что это вот... Вот дата спросит человека с таким номером, потом человека с таким номером, потом, значит, с третьим и так далее. Вот. Ну и они хотят... Ну, если чем больше нужна точность, естественно, тем больше людей нужно опросить. Полную гарантию у нас будет, конечно, только если всех опросить. Но теория вероятности дает разные советы. То есть, сколько нужно опросить, чтобы почти наверняка узнать ответ нужной точности. Ну, вот как вы думаете, если, допустим, нас интересует точность ответа одна десятка, то какого порядка должна быть выборка? то есть, нас интересует ответ, типа, там, я не знаю, 10 процентов, 20 процентов. Так, плюс-минус там, в пределах интервала одна десятка. Как вы думаете, какого порядка выборка должно быть? Около 10. то есть, действительно, ясное дело, что если у нас всего 10 человек, то у нас варианты ответа могут быть только там 10 процентов, 20 процентов, 30 процентов и так далее. Поэтому на большую точность, то мы никак не можем претендовать. То есть, 10 человек явно нужно опросить. Но как вы думаете, хватит это или нет? Это зависит от того, сколько людей всего? Это зависит от того, ну, конечно, если у нас всего 10 человек, то ясное дело, что всех мы опросим, и все будет. А, значит, если, допустим, мы опрашиваем 10 человек, а у нас всего там 1000, или у нас всего миллион, или у нас всего миллиард. Вот как? Как вы думаете? Нужно опросить одну десятую от всего количества, чтобы получить такую точность. Но это немного странно, если 10 человек, то одна десятая от всего количества будет один. И немного странно, я совершенно одного спрашиваю, бессмысленно получим либо 0, либо 1. Правильную долю мы не получим. Ну, какие будут гипозиты? Я понимаю, что мы не изучали теорию вероятности, и это не задача, которую можно просто решить в уме, но это как бы так это здравый смысл. Вот вы хотите провести опрос, чтобы узнать там число людей с какими-то свойствами, там, в Москве, но с точностью, допустим, там, 10 процентов, сколько людей нужно спросить? Или потом с точностью 1 процента, сколько людей нужно спросить? Вот есть ли у вас какие-то интуитивные идеи? Ну, сколько процентов? И надо столько спросить. В смысле, что если нам нужно с точностью до одного процента, то нужно спросить 1 процент. Если нас интересует ответ с точностью 10 процентов, то нужно спросить 10 процентов. А если одного процента, с точностью 1 процента нам важен ответ, то 1 процент. Явно, противоречившись к здоровому смыслу. Чем больше точности, тем, естественно, больше не спрашиваем. Если погрешность была 10 процентов, то надо спросить 90 процентов. Если погрешность, то бы наверняка да, но потому что тогда 10 процентов уже не изменят никакую еще тысячу. Мы подсчитали как бы 90 процентов голосов, то ответ мы уже знаем с точностью 10 процентов. Это как бы верно, если мы рассчитываем в худшем случае, если мы там спрашиваем своих знакомых, кого угодно, то есть то, что вы говорите, это верно, независимо от способа, как мы делаем выбор. И для этого нам таблица не нужна была. Можно было бы спросить 90 процентов первых в списке, и тогда ответ могли бы изменить только оставшиеся. Понятно, что что-то стоит. Но мы хотим все-таки рассчитывать не совсем уж на худший случай. Мы хотим как-то так, чтобы вероятность ошибки была маленькой, но все-таки допускаем эту вероятность. При большом числе жителей, наверное, где-то только 1 процента. Что бы должно быть? Если бы ответ хотел с точностью 10 процентов, то опросить надо 1 процент жителей. При большом, если их много. То есть, чтобы получить в Москве ответ с точностью 10 процентов, нужно опросить там 800-900 тысяч. Такая у вас гипотия. Нет, не у вас. Многовато. Ну что, есть какие-нибудь еще идеи, какая-нибудь интуиция? Это, конечно, может быть неправильно, но просто как вам кажется. Кто-нибудь рискнет? Я могу сказать, что правильного ответа среди этих не было. Ну, лучше сказать, что когда очень большой уже будет миллион или миллиард, то опрашивать, как с этим по 100 человек. То есть, что независимо от того, если мы хотим 10 процентов, то нужно опросить человек 100, и это не зависит от того, миллион или миллиард. Это на самом деле, тут есть две идеи, которые кажутся парадоксальными, обе, но поэтому я вызываю в оцених внимания. Первое. Размер, нужный размер выборки не растет с ростом общего числа. То есть, размер выборки, который нам нужен, вообще один и тот же, независимо от того, миллион людей или миллиард, все равно опрашивать нужно примерно одно и то же число. Вот, видно, что это парадоксально, потому что многие предлагали иначе. А второй ответ такой, что если нам нужна ошибка, тоже немного странная, но согласующаяся с тем, что вы это сказали, если нам нужна ошибка, там, 1 n, а размер выборки должен быть n квадрат с каким-то коэффициентом. там, 10 n квадрат, 5 n квадрат, 100 n квадрат. И это, на самом деле, этот коэффициент определяет надежность. То есть, насколько вероятно, что наша... то есть, ну, это какое-то не очень большое число, то есть, там, скорее всего, уже хватит, там, 10, чтобы достаточно, ну, в разумных пределах, стоят уж явно слишком много. То есть, если нам нужна 10% ошибки, то опросить надо, там, какую-то константу умножить на 100 человек, то есть несколько сотен человек надо опросить, чтобы получить 10%. А чтобы получить 1... Это, там, 10 тысяч человек квадратно. Соответственно, нужно опросить несколько десятков тысяч. Да. Я думаю, количество опросов зависит еще от самого опроса. Допустим, если выбор между двух, там, избирательных, два избирательных всего, то нужно опросить меньше. А если, допустим, избирательных 100, то там, тогда нужно больше опросить. Ну, это верно. Это, ну, если избирательных 100, то не очень понятно, что значит ошибка. То есть, там все эти числа будут малы, и, соответственно, нам нужно просто больше точно, чтобы только оценить. Нет, это тоже правильно, но, если, скажем, у нас там 2 или 3, то это, ну, это как-то может повлиять, наверное, на этот эффект немножко. Ну, в целом... Поэтому, скажем, социологи, вот они иногда публикуют все эти данные, ошибка опроса, там, 3%. Ну, если вы посмотрите какие-нибудь социологические данные, то они часто пишут что-то типа, там, погрешность выборки 3%. Это значит, что это 1,3. Это значит, что они опросили несколько тысяч человек. То есть, это не так много, вполне по силам какой-то небольшой социологической группы. Но другое дело, что у социологов есть другая ошибка. Если они будут, если там произвести опрос среди присутствующих, кто в своей жизни ездил на автокусе без билета, то я думаю, что процент будет не совсем такой, как, значит, на самом деле. Потому что как-то неудобно признаваться, что они ездили без билета. Они просто говорят, что ну, там... Поэтому отказываются от ответа. Поэтому на самом деле социолога большие проблемы именно с этой частью. Частью права. Задачи. И это они не умеют. А математическая часть довольно простая, вот она определяется двумя праздниками.